Быстрый, бегучий, ловкий левша. Несмотря на то, что он невысок ростом, 170 сантиметров, Митчелл очень изворотлив, очень гибок, с очень хорошей скоростью и хорошей реакцией на цель. Он понимает, что нужно на каждый удар Кости выбрасывать 3-4. Тогда будут шансы. И самое главное, не оставаться на месте. Выстрел и немедленно удирать с того места, откуда был разведен этот мастер. С тем Костю все знают. Сковать противника, заставить его чувствовать себя в тесноте, нависнуть над ним, не давать спокойно двигаться, спокойно дышать, спокойно действовать, спокойно прицеливаться. Костя умеет действовать от положения. И все зависит сейчас от того, в какой он форме сейчас. Пока что очень разумно Митчелл действует. Он понимает, самое страшное это дать прицелиться Костю. Последняя минута первого раунда. Уже ясно. Скоростной вариант будет навязан Косте. Многоударный, очень плотный бой. Который, с одной стороны, обезопасит самого Митчелла. С другой стороны, не даст Косте занять исходную позицию для удара. Костя же, вы знаете, все раунды, которые он провел в своей жизни, они выглядели примерно одинаково. Он постоянно был возле противника. Он постоянно нависал над ним. Теснил, прессинговал, угрожал, ставил в невыгодное положение. Митчелл, очень типичный для него клинч. Короткий удар. И снова клинч. Попала. Косте нужно бы действовать чуть полегче. Уж очень он заряжен. Заряженный удар. Несколько сумбурно, я бы сказал, даже истерично действует Митчелл. Но, в общем-то, это тактика. Избранная тактика. Выверенная. Суета. Сумбур. Это то, что может спасти. Но вот если только Косте не попадет. Попал. Вперед. Вперед. Митчелл будет сейчас делать все. Чтобы не пропустить еще раз. Он понимает. Чем это может кончиться. Понимает, чем это может кончиться. Косте надо быть внимательным. Внимательный. Он, как всегда, слишком уверен в том, что его один удар может все решить. Иногда забывает, что противник тоже бить умеет. Пока что Джилл действует очень хладнокровно. Митчелл снова жмется поближе. Это вообще грамотное поведение. Единственный способ избежать сильного удара и подрежаться к противнику. Ну, вы знаете, что главное оружие в бою против левши это удар справа. Как раз то, чем Костя владеет в совершенстве. Боюсь забегать вперед. Боюсь забегать вперед. Мне кажется, все становится на свои места. Да. Здесь тревога явно читается в углу. Забыл, против кого ты стоишь. Почему ты не двигаешься. Ну и так далее. Костя, словно на виденное двухстволка, преследует Митчелла. Сейчас чем-нибудь повезло. Повезло. Костя слегка зацепил его. Слегка зацепил слева. Игарь поплотнее. Кто знает. Игарь поплотнее. Видели? Какой грамотный боец Митчеллом. Немедленно растянул дистанцию. И это ему не помогло. Ну что. Подойди ко мне, говорит рефери. Смог подойти. Костя откровенно выцеливает. Совершенно задергал Митчелла. Пока не бьет. Но сама угроза заставляет противника суетиться, метаться. И надо быть повнимательнее. Митчелл очень опасно идет головой. И как мне показалось, сознательно это делает. Вы знаете, достаточно высокий процент рассечений в бою. В боксерском бою происходит из-за того, что один из бойцов сознательно пытается рассечь противника. Попытался Митчелл оторваться от кости. Понял, что ничего хорошего ему это не сулит. Поэтому он просто ныряет под мышку раз за разом. Раз за разом обрушивается тяжеленный Костин кулак. На защиту Митчелла. Не надо забывать. Костя может срубить ударами по кулаку, как это было с Диабелевсом Уртада. Пока что он этого не делает. Но Митчелла от этого не легче. Все. Реферис считает, что с Митчелла довольны. Костя Дзю. Чемпион чемпионов. Он был им. И он остался таким. Сомневаюсь, что у Митчелла в голове остались воспоминания о том, как он излагал свое мнение о Косте. Что тот слишком старый, слишком толстый, слишком неуклюжий и так далее. Думаю, парочка этих ударов вышибла. Это самомнение из Митчелла. Костя великий боксер. И тут уже без всякого преувеличения можно это утверждать. Как бы ни сложилось в будущем его карьера, хочу повториться. Он был и останется в истории мирового бокса, как первый россиянин, добившийся фантастического успеха на профессиональном риме. Нам показывает еще раз, как все это кончилось. Окончилось вполне закономерно. Это был первый, тот самый первый удар, который поставил Шармбул Митчелл на то место, на котором ему и надлежит быть в таком бою. Сокрушительные удары по туловищу, пауза, удар в голову, мастерская работа. Мы долго ждали возвращения Кости, дождались, и он, как всегда, нас не обманул в наших ожиданиях. Я представляю, что творится сейчас в Австралии. Костель свято соблюдает. Это же наша Шармбул Митчелла, и мы разделяем ее печаль. Третий раунд этого боя. Победа нокаутом, техническим нокаутом. Костель Цзю сохраняет свой титул. Титул чемпиона по одной из версий. Вопрос, Костель. Все, что Шармбул Митчелл говорил до боя, вас как-то расстроило, растердило, раздражало? Вообще-то интересно было бы узнать, что думает Шармба сейчас. Вы знаете, я считаю, что ничего в этом личного не было. Это бизнес. Мы разные люди. Кто-то любит болтать, кто-то нет. Я вот не люблю говорить до боя. Все, что меня отец учил в жизни, это то, что я должен отвечать за свои слова, что бы я ни сказал. Я привык уважать людей. И я к этому отношусь так. Что бы там ни говорили, это бизнес, это спорт. Давайте-ка мы посмотрим, как вы спустили курок, как вы поставили сложное положение Митчелла. Прокомментируйте. Это был первый удар. Это был первый удар. Я не спешил. Я все время не спешил. Я ждал своего момента. Я должен сказать, что встать после таких ударов, восстановиться, это, в общем, требует определенного мужества, конечно. Он ведь настоящим чемпионом был. Вот это была совершенно, я считаю, комбинация двойка. Раз, два, левый, правый. А я вообще-то не ожидал, что это так рано случится. Я думал, в более поздних раундах. Ну, давайте посмотрим. Это было жестко, конечно, жестко. И Митчелл снова встал. Снова встал. Он, конечно, замечательный бой устроил. Ничего не скажешь. Спасибо. Спасибо.